Турки отрицают факт геноцидов. Это невероятно. У нас нет проблем с признанием геноцидов в Дарфуре, Камбодже, Руане или Холокосте. Так почему же именно этот геноцид? Уму непостижимо, что лауреат Нобелевской премии Орхан Памук рискует получить три года тюремного заключения лишь только за попытку начать обсуждение этого вопроса. Бернард Анри Леви. Они отрицают факты, уничтожают следы, обманывают. Чем Эздемер. Политик. Это последнее большое табу в турецкой политике. Оно показывает, что люди власти боятся, что население страны узнает об этих событиях. Раджеп Таиб Эрдоган. Премьер-министр Турции. Понятие геноцида чуждо нашему народу. Мы никогда не признаем его. Барак Обама. Президент США. Для всех тех, кто не в курсе, я говорю. Армянский народ действительно подвергся геноциду. Во время дебатов в Конгрессе президент Буш был в ярости. Это верх лицемерия не признавать геноцид армян лишь только потому, что союзнику США не нравится, что о нем упоминают. Ведущий телевидение. Белый дом боится, что реакция турок дестабилизирует Ирак. Рандинг, один из самых известных журналистов армянского меньшинства Турции, был хладнокровно убит прямо перед офисом своей газеты. 19 января 2007 года турецко-армянский журналист Рандинг был хладнокровно убит на одной из улиц Стамбула. Убийца, 17-летний парень, пытается оправдать убийство, заявляя, что Рандинг оскорбил честь Турции. Убийца до сих пор не осужден. Смелость Ранта Динка, открыто говорившего о геноциде, открыла ящик Пандоры в Турции. Вновь и вновь Динк обращал внимание людей к геноциду, во время которого было убито более миллиона армян. Тому самому геноциду, сам факт которого Турция отрицает вот уже 95 лет, и за одно только его упоминание наказывает. Многих Турок обвиняют в этом преступлении. И Динка тоже не раз приводили в суд. Девал Динк, дочь Рандта Динка. Он всегда говорил, никогда не думай, что они отрицают факты. Они отрицают то, о чем не имеют ни малейшего понятия. И вот он начал рассказывать им, что же случилось. Он говорил, я не хочу, чтобы политики признали Геннцель. Я хочу, чтобы все население Турции знало, что произошло и кто это сделал. Потому что я хочу быть уверен, что это больше не повторится. С момента смерти Динка все больше и больше людей требуют открытого обсуждения о геноциде. Однако, подавляющее большинство населения страны, находящееся под влиянием официальной турецкой историографии, придерживается официальной версии, пропагандируемой государством. Когда вы говорите о геноциде, это самая серьезная клевета, какую можно только придумать против государства. Мы, турецкий народ, никогда не примем такое обвинение. У нас наичистейшее прошлое. Это мнение, которое разделяет большинство турок в Германии. Они протестуют против малейшей попытки назвать геноцид своим именем. В последние несколько лет некоторые европейские парламенты, включая Францию, Швейцарию и Германию, осудили геноцид армян. Многих турок это оскорбляет, и они ставят табу на этот вопрос. Однако, уже становится невозможным игнорировать голоса тех, кто требует пересмотра истории. Чем Эздемер, федеральный председатель немецкой партии «Зеленых». Этот процесс не оставит Турцию не тронутой. Турция будет вынуждена радикально изменить свою историю в Раде. Я хочу, чтобы о геноциде знали и обсуждали его в каждой турецкой газете и на каждом турецком телевизионном канале, чтобы геноцид, наконец, был признан. Однако, тем временем, турецкое правительство жестко придерживается своей позиции. Ну а для большинства государств мира, земля под Босфором кажется слишком важной, чтобы заставить Турцию признать геноцид армян. Ведь это может расстроить такого важного экономического и политического игрока, а также важного члена НАТО. Маркус Меккет, заместитель секретаря по внешней политике Социально-демократической партии Германии до 2009 года. Это вопрос о партнере, который является очень важным членом в Альянсе НАТО. Но именно поэтому мы и должны говорить откровенно. Слишком мало делается. Мало что говорится. И то не открыто. На самом деле, в Западной Европе нет никого, кто бы не знал, вне всякого сомнения, что геноцид был. Турция вновь и вновь использует свое геополитическое влияние, чтобы остановить любое обсуждение геноцида, угрожая зарубежным лидерам, разрывом дипломатических отношений или аннулированием военных заказов. И западные правительства регулярно сдаются. В то время как родственники жертв геноцида армян, вот уже 9 десятилетий, напрасно ждут признания исторической правды. Саманта Паула, советник по внешней политике президента США Барака Обама. Вы рассказываете им свою историю. Но не только турки, но и американское и остальные западные правительства вам отвечают. Этого не может быть. Этого не могло произойти. Представьте себе, как его слышит такое. Вы переживаете геноцид, чтобы рассказать о нем правду, а вам говорят, что ничего этого не было. Или что ваше мнение слишком субъективно, слишком эмоционально. Мне кажется, что это просто чудовищно. Каждый год, 24 апреля, тысячи армян со всех концов света совершают паломничество в Ереван, столицу Армении. 24 апреля 1915 года – это день, когда более 95 лет назад началась попытка тотального уничтожения их народа. Армяне, старейший христианский народ в мире, называют этот день «Авет», что значит «катастрофа». «Они скорбят в монументе, который находится не так далеко от той страны, гражданами которой они являлись, и где произошел геноцид их народ?» «В Турции». Артур Абрагам, армянин, чемпион мира по боксу. Люди должны принять правду. Они должны сделать что-то, чтобы Турция тоже признала в ее. Это очень печальное чувство, как будто умер кто-то из членов вашей семьи, особенно когда вспоминаешь фотографии с убитыми людьми, женщинами и детьми. Это очень тяжело для нас, и геноцид должен быть признан. После боя, я сказал, я посвящаю этот бой людям, которые умерли в этот день, 24 апреля. Скорбь в этот день смешивается с болью и яростью. 8 миллионов армян, что живут в мире, 3 в самой Армении и еще 5 за ее пределами, не могут понять, как может Турция так нагло отрицать то, что произошло. Они ощущают себя покинутыми всеми и вынуждены своими силами бороться с турецкой версией истории. Пример Турции – Эрдоган. Мир полон убитых христиан и убитых армян. На каком основании они говорят это? Для нас абсолютно неприемлемо обвинение Турции в массовой резне, которая якобы произошла в 1915 году. Тем более без предъявления каких-либо доказательств. Неважно, сколько раз они будут повторять. Мы все равно не примем это. Пусть сначала принесут доказательства. А уж потом мы посмотрим, что с этим делать. Я говорю это очень ясно. В политическом архиве Министерства иностранных тел Германии в Берлине любой человек может найти тысячи документов, докладов, писем, записок, секретных дипломатических меморандумов – все, собранные германским государством, союзником Турции в Первой мировой войне. Эти документы, длительное время хранившиеся в тайне, чтобы не навредить Турции, не оставляют абсолютно никаких сомнений в том, что геноцид действительно имел место. Среди них оперативные доклады немецких и американских дипломатов. Доклады и описания швейцарских, датских и шведских докторов. Мессианина, корреспондентов газет и медсестер, которые жили в Турции в первой половине 20 века и которые записали свои наблюдения. Авторы этих пожелтевших от времени бумаг уже давно умерли. Но мы вновь услышим их голоса, 95 лет после геноцида. Впервые немецкие актеры вернут голоса этим историческим свидетелям. Лесли Дэвис, консул США в городе Горпут. То, что я вынужден был сообщить нашему посольству, касалось не только самых наижесточайших мер, когда-либо принятых государством, но и одной из величайших трагедий человечества. Генри Моргентал, посол США в Константинополе в 1915-18 годах. Этих людей вытаскивали из домов без всякого предупреждения и заставляли идти в направлении пустыни. Тысячи женщин и детей умерли не только от голода и изнеможения, но и прямой, нечеловеческой жестокости их автамы. Альма Йоханссон, медсестра в шведской миссии в городе Муш. Можете ли вы понять, что это такое? Видеть эту резню и не иметь никакой возможности что-либо изменить и после этого самой продолжать жить? Беатрис Рома, медсестра в швейцарской миссии в городе Олеппо. И они умерли от голода и недосмотра. Повсюду мы видели бездомных, осиротевших детей. Показания свидетелей, долгие годы игнорируемые, также лежат в военных архивах Франции, Дании, Швеции, Армении и США. Как и те, что в Берлине, они подробнейшим образом описывают зверства геноцида армян. Эти записи четко документируют хронологию неописуемого преступления. Лесли Дэвис. Ни для кого не было секретом, что целью плана было полное истребление армянского народа. Однако, применяемые методы были не просто варварскими и хладнокровно спланированными. Их эффективность была выше всего, что я только мог себе представить. Трупы лежали повсюду, на каждой улице. Вся страна превратилась в один огромный морг, или, правильнее сказать, скотобойный. Когда вы видите, как старые мужчины и женщины, 70-80 лет, слепые, хромые и больные, невинные матери и дети, беспомощные младенцы, еще не отняты от груди. Все были убиты или уведены, чтобы быть хладнокровно убитыми. Невозможно найти хоть какую-то благовидную причину, которая могла бы оправдать настолько радикальные меры. Армян Бейклер, немецкий медицинский офицер в Турции в 1915-16 гг. Весь турецкий народ в целом нельзя обвинять в совершении геноцида армян. Мало кто хотел это преступление, и мало кто о нем знал, допускал или даже одобрял. Официальные доклады немецких консулов из Малой Азии это документируют. Число турецких провинциальных чиновников, которые отказались выполнять приказы своего правительства, также велико. В 16 веке Османская империя со столицей в Константинополе расширялась на нескольких континентах. Исторически армянский народ был разделен между тремя империями – Персидской, Российской и Османской, где армяне жили на своей земле в шести провинциях восточной Малой Азии. В начале 20 века около двух миллионов армян проживало в Османской империи. Как христиане, они, как и все остальные немусульманские меньшинства, имели некоторую религиозную и культурную свободу. Тем не менее, они платили высокие налоги и постоянно подвергались притеснению. Они имели некоторую степень самоуправления, но никогда не были равными с мусульманами. К ним относились как к второсортным людям. Армяне не разжаловались на свои высокие налоги и тяжелое положение, а также просили уравнения в политических и общественных правах. Но все тщетно. Большинство из них были крестьяне, рабочие и торговцы. В городах, однако, был также и класс состоятельных армян. Оскар Гейзер, консул США в Трапзунде в 1915-17 годах. Некоторые из них вращались в известных кругах и привыкли жить в роскоши. Это были люди самых разных профессий. Священники, торговцы, банки. Несмотря на многочисленные обещания армянам уравнять их в правах, они регулярно становились жертвами погрома, совершаемых при поддержке и одобрении властей. Уже в 1885 году 200 тысяч армян было убито под предлогом, что они протестовали против своего высокого налогового бремени и просили уравнения в правах. В 1908 году в Турции произошла революция. Армейские офицеры и либералы, жившие в ссылке и которых звали молодотурками, пообещали меньшинствам уравнения в правах. На самом же деле, их идеология была совсем иной. Самюэль Макклюр, американский корреспондент в Константинополе, в 1908 году молодотурки захватили власть. Эта новая маленькая группа людей пришла с новой доктринкой, которую можно описать одной фазой. Турция-альдотурка. Эта идея не являлась результатом религиозного фанатизма, хотя и удовлетворяла горячим националистическим настроениям религиозных мусульман. Партия молодотурков называлась «Комитет единения и прогресса». Старый Султан был свергнут и заменен своим братом, который теперь был главой конституционной монархии. Молодотурки хотели создать радикально чистую империю, а также заявили о своих намерениях очистить мусульманский мир и освободить его от владельчества неверных. Дальнейшие потери христианских земель во время Балканской войны в 1912 году еще больше ослабили Османскую империю. Ответственность за этот позор молодотурки возложили на христианские меньшинства в своей стране. Три генерала составляли правящий Триумбират. Энвер Паша был министром войны. Джемаль Паша – министром морского флота. И Талагат Паша – влиятельнейшим министром внутренних дел и главой правительства. Гарри Штюрнер, астантинопольский корреспондент газеты «Кельнище Цайтунг». Он вышел из сравнительно скромной семьи. Свою жизнь он начал с работы почтового курьера на Адрианопольской линии. А потом стал телеграфным оператором. Само по себе это не так уж и плохо. Но, наоборот, это показывает его энергию и ум. Однако, его высокие умственные способности не спасли его от типичной пантюркистской болезни и фанатической веры в самые невежественные шовинистические иллюзии. Он как будто был отравлен ядом фанатического вожделения мести. Самуэль Макклю. У меня всегда было впечатление, что Талагат Паша был абсолютным диктатором Турции. Я взял у него два интервью. Внешне он производил впечатление сильного и могущественного человека. Он был похож на больших американских партийных боссов. Он был прирожденный. Я встречался со всеми политическими лидерами воюющих государств Первой мировой войны. И должен сказать, что Талагат Паша был самым сильным человеком между Берлином и Адом. Первая мировая война. Турки вынуждены сопротивляться наступлению русских во внутрь страны. Одновременно с этим Англия начала наступление в Дарданелльском проливе. Турция чувствует себя окруженной и под угрозой от христианской Европы. Тресси Атпинсон, медсестра в американской миссии в городе Горпут. Сам дьявол соединил немцев и турок в этом альянсе. Кайзер Германии во время официального приема в Константинополь. Справа от него турецкий министр войны Энбер Паша. Соревнуясь с западными державами за влияние на Ближнем Востоке, Германия добивалась расположения Турции для совместного альянса. Взамен Германия пообещала модернизировать турецкую армию, которая должна была восстановить былое величие и славу турок. Положение армян не интересовало немцев. Военные и экономические интересы не допускали никаких конфликтов с союзником Германии. Без сомнения, поведение Германии было трусостью. Мы держали Турцию за горло, как в военном плане, так и финансово и политическом. Мы могли настоять на базовых принципах человечности. Энбер Паша и еще больше министр внутренних дел и де-факто диктатор Турции Талат Паша не имели иного выбора, как беспрекословно подчиниться Германии. Без сомнения, они бы выполнили любое требование Германии по армянскому вопросу. Рафаэль Лемке, юрист и исследователь в области мира. Турецкое правительство думало, что с таким союзником, как Германия, им не придется отвечать за истребление армян. Все были уверены, что Германия победит в войне и защитит своего союзника Турцию от любых ответных мер со стороны России или западных держав. Поэтому это преступление было тщательно и методически спланировано. В 1915 году русская армия вошла в армянские районы Турции. Энбер Паша лично повел контрнаступление. Армянские солдаты сражались с обеих сторон. Компания закончилась сокрушительным поражением Турка. 90 тысяч турецких солдат умерли в течение всего нескольких недель. Козлом отпущения для много турков стал армяно-русский заговор братских христианских народов. Для них это было единственным возможным объяснением поражения Турка. Теперь турки увидели возможность повесить на всех армян ярлык врага. Яков Кюнстер, диакон и фельдшер в городе Урфе в 899-922 годах. Вне всяких сомнений, война им очень помогла. Ведь страна была отрезана от всех западных держав, кроме США, так как те воевали с Турцией. Ни у кого не было времени заниматься армянскими вопросами. Молотурки распространяли слухи, что армянские солдаты дезертировали из турецкой армии к русскому, чтобы ввозить нож в спину туркам. Эта легенда о ножах в спине имела фатальные последствия. После этого тысячи армянских солдат были арестованы, замучены и убиты. Гаришь тюрьмы. Только при помощи таких уловок они могли приступить к систематическому и тотальному истреблению армянского народа. Турецкое правительство проворно манипулировало мировым общественным мнением и обнаруживало, а точнее сказать, изобретало местные заливы. Йохан Лепсюс. Губернатор города Ван, зять Анвера Паши, подготовил вооруженные нападения на армянский квартал. Армяне укрепили свой район, чтобы защитить свои семьи от неизбежной измены. У них не было никаких связей с Россией. Они защищали себя в течение четырех недель против турецкой регулярной армии, которая осадила и расстреливала их. В суматохе русско-турецких сражений турецкие войска атаковали армянские жители города Ван, притворяясь, что хотят подавить восстание. Армяне ожесточенно сопротивлялись. Тысячи умерли. Бои утихли лишь после того, как русские войска, победив турок, вошли в город. Для турок же это было еще одним доказательством русско-армянского закона. Мартин Непаги, учитель в немецкой школе в Алеппо. Они использовали абсурдный предлог, чтобы убить более 10 тысяч невинных за якобы одного виновного, а также чтобы оправдать зверское обращение с женщинами и детьми. Вальтер Рослер, консул Германии в Алеппо. В то время, как их союзник, Германия считала, что даже вежливое замечание будет неуместным. Все началось с депортации, под предлогом обеспечения безопасности в пограничных районах с Россией. Власти говорили, что армяне найдут себе новую родину в Сирии, которая тогда была частью Османской империи. Это была наглая ложь. Затем первые армянские семьи заставили шагать в направлении неименуемой смерти. Тем временем, целью турецкого правительства было полное истребление армянского народа. Гарри Штюрмер. В данном случае, конечно же, они уже не могли использовать отговорку об эвакуации как части военных операций, так как большинство этих людей жило за сотни километров как от Восточного фронта, так и до Арданал. На сей раз им надо было придумать новую отговорку. Вот когда они вдруг чудодейственным образом обнаружили универсальный заговор среди всех армян империй, турецкое население пострекали убивать армяна. Официальные документы гласили, для того, чтобы предотвратить будущее поражение в войне, необходимо уничтожить армянскую заразу во всей стране. Задним числом был принят закон, который легализовал депортацию, но при этом нигде не упоминял Арнах, и который возложил на местные органы власти обязанность к переселению населения целых городов и сел, где они могли заподозрить шпионаж или измин. Альма Йоханс. Как только была запущена вход в священная война, демонстрации и подстрекательные публичные речи начали риться рекой. Так как мы воюем с христианами, мы обязаны вырвать с корнем христиан в нашей стране. Турки ожидали продвижения русских до города Муша и, возможно, еще дальше в глубь страны. Но, говорили они, до того, как это произойдет, мы вырежем всех армян. Аресты в Константинополе начались 24 апреля. Более 850 человек, католиков, православных и протестантов, было депортировано. Среди них более 10 епископов, 40 врачей, 10 юристов, а также очень много из среднего и рабочего класса. Было очень мало турок, с которыми можно было поговорить об армянах. Даже самые мудрые и те запутались, и многие речи заканчивались словами. Все армяне должны быть уничтожены, а не предатели. Вальтер Ростер, в своем полуофициальном заявлении правительство утверждало, и я цитирую, «Османское правительство распространяет свою великодушную защиту на всех мирных христиан, живущих в Турции». Я не мог поверить своим глазам, когда прочел это заявление. И по сей день я не могу найти слова, которые бы описали бездну и пропасть этой грандиозной лжи. Турецкое правительство не сможет отрицать свою ответственность за все случившееся. Оно преднамеренно и добровольно учинило этот хаос. Полиция приказывала армянам идти так же внезапно, как Везувий извергался над Помпеей. Женщин оттаскивали от места, где они стирали белье. Детей вытаскивали из кровати. Хлеб оставался недопеченным в печи, а еда – недоеденная на столе. Детей вытаскивали из школ, оставляя на партах их открытые учебники. Мужчин заставляли бросать их плуги в полях, и скот в полной. Людей вытаскивали из их домов без всякого предупреждения. Альма Йоханссон Арестованных армянских мужчин посадили в деревянные бараки. Их ступни были подкованы гвоздями, как у лошадей. Их бороды, ресницы, ногти и зубы были выдернуты. Их подвешивали ногами вверх. И так далее. Конечно же, многие умирали во время этих пыток. Но немногие выживали и получали медицинскую помощь от миссионеров. Вот каким образом мы познакомились с их увечьями. В течение нескольких дней слухи о том, что происходило, начали распространяться. Но никто не мог им поверить. Однако, 28 июня 1915 года вышел официальный приказ всем армянам покинуть пределы своего города в течение пяти дней. Любой, кто не знает жизнь в этих краях, просто представить себе не может последствия такого приказа. Как ни кощунственно это может прозвучать, но резня была бы куда гуманнее, чем эта депортация. Некоторые люди всегда выживают после резни. Но в такой стране, как Турция, депортация таких масштабов означала гарантированную смерть. Причем гораздо более жестокую, чем простое убийство. Амбарцун Саакян, жертва геноцида. Родился в 1898 году в городе Сидас. Как только общественной глашатой объявила депортации, турецкие жандармы разделили людей. Мужчин в одну сторону, а женщин в другую. Они гнали нас, как овецы. Они оторвали нас от наших домов и полей. Многие мусульмане, турки и арабы, видя все это, качали головой и не могли сдержать своих слез. Они все еще не могли понять, как их правительство могло организовать подобное варварство. Для того, чтобы их вытащили из их же домов, армянам вовсе не нужно было быть заговорщиками против правительства. Уже сам факт принадлежности к армянскому народу был достаточным для того, чтобы с человеком обращались как с преступниками и чтобы его депортировали. 25 мая 1915 года Англия, Франция и Россия описали события в Османской империи как преступление против человечества. Это первый случай применения данной формулировки. В то время США все еще были нейтральны по отношению к Турции и не воевали с ним. Но открыто протестовали Талату Паше против бесчеловечных мер его правительства. После обмена обычными любезностями мы перешли к делу. Талат Паша сказал мне Я позвал вас для того, чтобы объяснить вам сегодня нашу позицию по армянскому вопросу. Наши неприятия армян основаны на трех ясных причинах. Первая Они обогатили себя за счет Турции. Вторая Они решили поработить нас и создать свое государство. И третья Они открыто поощряли наших врагов. Они помогли русским на Кавказе. И вина за наше поражение большей частью лежит на них. Таким образом мы приняли бесповоротное решение обезвредить их до окончания этой войны. Меры включали в себя не что иное, как депортацию всего армянского населения. Не только нашего района, но и всех шести армянских провинций. По своим масштабам это мероприятие перекрыло все подобные меры, когда-либо предпринятые в истории человечества. Мероприятия Кавказа 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 Йохан Мордон Генеральный консул Германии в Константинополе в 1915-1918 годах. Близкий коллега Талата Фашиусно подтвердил мне, держа в руке карту Малайзии, что правительство решило расширить операцию по депортации армян. Армяне в провинциях Герник, Трабзон, Сивас и Мамурету-Л'Азиз теперь тоже должны были быть депортированы в Месопотамию. И это уж точно не могло быть оправданно военной мерой предосторожности. Скорее, как позже сам Талат Паша лично подтвердил мне, целью было истребление армян. Генри Моргентау Я сказал Талату, «Допустим, что несколько армян действительно совершили измену. Разве этого достаточно, чтобы с корнем вырывать весь народ? Разве можно этим оправдать страдания и смерть невинных женщин и детей?» На что он мне ответил, «Эти вещи неизбежны». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оскар Гейзер Схлипывание и рыдание женщин и детей разрывали мне сердце. Германский консул сказал мне, «Я не думаю, что армянам позволят вернуться в Трабзон, даже после войны. Яков Кюнцлер, молодотуркам было они так-то легко осуществить их план по тотальному истреблению более миллиона человек. Депортации продолжались в течение целого года». Я просто не в состоянии описать панику, которая началась в городе Гарпут после приказа о депортации. Все, кто должен был покинуть город, пытались найти денег на дорогу. Естественно, турки нагрели руки в этой ситуации, которая позволила им приобрести абсолютно все, о чем они только мечтали, практически за даром. Кражи, мародерство и разбой происходили в доселе невиданных масштабах. Турки и турчанки ходили в дома армян и забирали оттуда все. Они напоминали мне жадных стервятников, которые набрасывались на каркасы трупов на обочинах дорог. Армяне поняли, что идут на свою смерть. И у них на это были все основания. Оскар Гейзер. Мебель, постельное белье, все, что имело хоть какую-то ценность, привозилось и сваливалось в самые большие здания города. Никто даже и не пытался хоть как-то организовать этот процесс, в то время как официально эта собственность якобы переходила под попечительство государства. Было бы величайшей глуптостью думать, что кто-то собирался в будущем возместить армянам ущерб. Все сваливалось в одну кучу без всяких попыток вести какой-либо учет и регистрацию имущества. Достоверно известно, что турки никогда не собирались куда-то переселять армян. Они прекрасно знали, что подавляющее большинство из них никогда не достигнет теоретического пункта назначения. Реальной причиной депортации было желание награбить и уничтожить. Йохан Лепсиус Возложив на провинциальные власти ответственность за исполнение депортаций, турецкое правительство в Константинополе обеспечило успешное истребление армянского народа. Чиновники, которые отказывались исполнять приказы, понижались в должности. Против тех, кто отказывался или не одобрял меры правительства, а среди таких были как турецкое население, так и чиновники и даже военные, государство применяло террор. Вальтер Рослер. Говорят, что не один, а много чиновников было убито только потому, что они отказались безжалостно обращаться со всеми без исключения армянами своего округа. Мы умоляли власти разрешить двум или трём миссионерам сопровождать депортируемых, чтобы помогать им, но прошение было отклонено. Людям было сказано, что местом назначения для них будет город Урфа. Мы купили у них кое-что из их имущества и дали денег тем, у кого не было совсем ничего. Мы положили хлеб в дорожные сумки и раздали их депортируемым. Вначале мы так много плакали, что нам казалось, что будем плакать до конца своей жизни. Однако люди привыкают даже к ужасам и очень скоро мы даже не могли уже плакать. Армен Вегнер Это преступление было настолько чудовищным, что даже во время войны его отголоски достигли всех стран. Всех, кроме сердца Германии. Однако Берлин был подробнейшим образом информирован о всех событиях. Тем не менее, ни Джамаль Хаша, который здесь верхом на лошади, ни все остальные члены турецкого правительства никогда не чувствовали никакой необходимости в оправдании своих действий перед своим союзником Германии. Германия же приняла это преступление, не прорнив ни единого слова. Это был Реалполитик. Генерал Фридрих Кресс фон Крессенштейн, командир первого германо-турецкого экспедиционного корпуса в 1915-17 Мы, немцы, солдаты и гражданские лица считали просто непостижимым, что наше правительство не только не дистанцировалось от туров, но напротив, сквозь свое умолчание сделало нас, немцев, практически сообщниками туров. И наши враги не без основания обвиняют нас в том, что через наше умолчание мы допустили массовую резню. Граф Пауль Вольф Меттерник, посол Германии в Константинополе в 1915-16 гг. То, что делали турки, было делом наших рук. Они делали это с помощью наших офицеров, нашего вооружения и наших денег. Без нашей помощи у них ничего бы не получилось. Не было никаких причин на то, чтобы стесняться турок. Мы могли вселить страх в турок пригрозивым негативными последствиями для того, чтобы правильно решить армянский вопрос. Наши замечания скорее раздражали, нежели помогали. Тогда я предупреждал, если мы не решимся принять более сильную позицию за нашего военного участия, нам ничего больше не останется, как беспомощно наблюдать, как наш союзник продолжает массовую резню. Тиабальд фон Беттман Гольбе, канцлер Германии в 1909-1917 гг. По моему мнению, открытое порицание союзнического государства во время войны, как то предложено послом Меттернихом, была бы мерой, доселе невиданной в мировой истории. Нашей единственной целью было удержание Турции на нашей стороне до конца войны, вне зависимости от того, были бы все армяне уничтожены или нет. Мне было ясно понятно, что в случае затяжной войны турки нам очень понадобятся. Именно поэтому я не мог понять, как посол Меттерних вообще мог предложить что-либо подобное. Субтитры создавал DimaTorzok Амбарсум Саакенг. Мы шли 110 дней. Практически без остановок. Пожилые или больные, которые больше не могли идти, просто ложились на обочину дороги, чтобы умереть. Либо их убивали жандармы. Жандармы погоняли нас. Мы были голодны. Они даже не позволяли нам ничего пить. Армяне в Восточной Малой Азии сначала были депортированы в направлении города Урфа. Армянское население Константинополя и Западной Турции было направлено в город Олег. Из этих двух городов люди отправляли в сирийскую пустыню Дерзоа или степи Месопота. Так называемое переселение было ничем иным, как смертельным маршем в небытие. Беатрис Ром. Состояние депортированных невозможно описать. Они топами бросались, ели траву, которая росла в полях. Если какой-либо верблюд или вьючное животное умирало, они бросались на него и даже боролись между собой за него, как будто это было что-то бесценное. Турецкое правительство преднамеренно пыталось уничтожить как можно большую часть армянского народа средствами, заимствованными из античности. Это были средства, недостойные государству, желающего быть союзником Германии. Эта работа выполнялась не только кордами, но, в большинстве случаев, жандармами, которые сопровождали конвои депортированных, а также вооруженными группами, которые назывались ЧТ. Это были группы, сформированные из уголовников, которых власти выпустили из тюрем с одной единственной целью убивать армян. Курды и бандиты часто атаковали нас, грабили, а также похищали девочек и молодых женщин. Я до сих пор помню, что моя приемная мать была беременна. Они убили ее. Распороли ей живот, достали ребенка и начали ржать, когда увидели, что это был мальчик. Они швырнули его на землю. Я не могу забыть эти картины. Дорога вела депортируемых через степи и горы по берегу Ефрат. Лишь очень немногие немецкие военные отваживались спасти жизнь армянин, в то время как большинство из них беспомощно слушали сумасшедшие бредни своего союзника. Когда турки убивали мужчин во время марша, они объясняли это тем, что вынуждены были защищать себя от восстания. Насчет же похищенных и изнасилованных женщин, турки говорили, что просто не в состоянии контролировать курдов и своих же жандармов. Когда они позволяли депортированным умирать от голода, они говорили, что это вызвано логистическими трудностями самой депортации, которые были слишком большими, чтобы с ними можно было справиться. Тахуи Антониан, жертва геноцида, родилась в 1900 году в городе Битлис. Мои брат и мать были очень больны, и мы вынуждены были оставить их под дерево. Так или иначе, они бы все равно умерли. Если не сейчас, то чуть позже. А потом начался хаос. Они забирали молодых девушек. Многие пытались убежать и спрятаться. А бессилев, я упала где-то. Вокруг не было никого. Я видела, как многих девушек насиловали, которые потом бросались в Екат. Я решила этого не делать. Солнце уже запутило, а я все еще продолжала лежать на земле. Я думала, что ночью придут волки и сожрут меня. Я встала и начала идти. Мужчин истребили, девушек похитили для гаремов и домохозяев, а женщин ограбили, изнасиловали и оставили беспомощными умирать на земле. Никто не знал, что нас ждет впереди. В июне 1916 года преследование армян в восточных провинциях вошло в свою основную фазу. Турецкое правительство не позволяло ничему отвлечь его внимание от осуществления своей программы. Ни нашим просьбам, ни вмешательству посла США и Папы Римского, ни даже угрозам со стороны Антанта. Ну а на общественное мнение на Западе им вообще было наплевать. Эрнст Кристофель, директор Дома для слепых в городах Сивас и Маладзе в 1904-1919 годах. На Багдадской железной дороге были вагоны для перевозки скота, овец и коз. Каждый вагон был разделен на два яруса, чтобы в эти узкие пространства поместилось как можно больше животных. Депортируемых запихали в эти вагоны, как будто они были скотом. В этих битком набитых вагонах никто не мог не то что стоять, а даже согнуться. Мужчины, женщины и дети, здоровые и больные, всех их везли в этих вагонах в течение многих дней. Багдадская железная дорога была немецким проектом, построенная от Константинополя до Багдада под немецким руководством. для более чем 100 тысяч армян Западной Малой Азии она стала дорогой смерти, билеты на которую их заставили покупать за свой счет. Тысячи людей перевозились каждый день, даже если те были тяжело больны. Тела мертвых просто выбрасывались на остановку. Однако инженеры Багдадской железной дороги рассказывали о куда более чудовищных фактах, когда приходили с работы домой. Они рассказывали о трупах изнасилованных женщин, которые лежали на рельсах и в чьи анусы были воткнуты палки. Директор богдадской железной дороги швейцарец рассказал мне, что видел немало на своем липу и что жизнь очерствила его, но он даже и предположить себе не мог, что подобное было возможно. Поэтому нетрудно понять, почему Джемаль Паша издал строжайший запрет на фотографирование депортированных армян. Согласно военному приказу фотографирование армян приравнивалось к фотографированию стратегических военных объектов. Однако нескольким немецким солдатам все же удалось фотографически документировать чудовищное положение депортируемых армян, а потом вывезти эти материалы из страны. Эти фотографии шокирующие свидетели, которые четко документируют первый геноцид 20 века. Страшнее всего был вид толпы сирот, которая росла с каждым днем. На краю палаточного лагеря в земле были вырыты для них ямы, покрытые старым тряпьем. Холодными ночами сироты сидели под этим тряпьем, скучившись друг к другу, мальчики и девочки всех возрастов, доведенные до отчаяния, озверевые, голодные, без хлеба и воды и даже самого элементарного человеческого поля. Глаза этих детей были полны непостижимой боли и страданий. И хотя их взгляд был неподвижным, казалось, он предъявлял миру самое горькое из всех возможных обвинений. Немецкий консул в городе Моссу, господин Гольштейн, сообщал, что видел на многих участках железной дороги от Моссуа до Алеппо столько трупов детей с отрубленными руками, что ими можно было бы выместить все дорожное полотно до Алеппо. Еще много подобных и еще более ужасных фактов можно найти в докладах германских консульств Алеппо и Моссу. Конечным пунктом назначения детей были детские дома, сиротские приюты и больницы западных миссионеров. Они поняли, что выживание этих сирот было единственным шансом на выживание армянского народа. Нам также следует отметить здесь и отношение турецкого правительства к сиротским приютам, больницам и школам западных миссионеров, которыми управляли немецкие и американские организации с целью помощи армянскому населению страны. Власти пригрозили тем немногим местам, которые еще не закрылись, депортации армянских сотрудников, а также сирот и учеников и иными репрессивными мерами. Намерения турецкого правительства были предельно ясными, когда оно отвергало и систематически блокировало любые попытки помощи со стороны миссионеров, медсестер или просто европейцев, проживающих в самой Турции. Предложение американского правительства вывести депортируемых в США на американских кораблях и за американский счет было также отвергнуто. По приказу турецкого правительства у нас забрали более тысячи армянских детей. Последний раз я их видела на том специальном поезде, который увез их. Их судьба так и осталась для меня под покровом тайны. из тех, кто жил в нашем доме для слепых, почти все умерли от избиений или голода, или просто исчезли. Из всего шести выживших к нам вернулись трое. Я практически ничего не знал о судьбе пропавших. Хромая Марьям Баджи умерла от голода, так же, как и маленький Ливон. Говорят, что слепая Хатун утонула в Гюльчик. Гюльчик это горное озеро недалеко от Мессере, где тысячи армян были утоплены. Я серьезно обсуждал армянский вопрос с Энвером и Джемаль Пашами. Они спрятались за необходимостями войны. А в ответ на мое обвинение, что сотни тысяч женщин детей и стариков были убиты, сказали, что зачинщики должны быть наказаны. Турецкое правительство нанесло ущерб как себе, так и нам, их союзникам. Оно поставило под угрозу эпидемии чумы единственную дорогу в Египет и блокировало ее десятками тысяч людей. И это в то время, когда эта дорога могла в любую минуту понадобиться для переброски войск. Даже во время Первой мировой войны турецкое правительство игнорировало стратегические военные соображения. Депортация армян была наивысшим приоритетом правительства. Сначала убили мужчин. Когда женщины и дети достигли города Урфа, их размещали в концентрационном лагере, где они ждали безразличные и полные отчаяния. Урфа была перевалочным пунктом для сотен тысяч тех, чьим конечным пунктом назначения были степями сапотами. С каждым днем отчаяние все больше и больше захватывало депортированных. Среди депортированных не осталось мужчин. Там были только женщины и дети четырех двенадцати лет. Лишь очень незначительные группы из изначально огромного количества армян достигли Урфа. маленькие группы урфа. Когда я приехал в лагерь, чтобы раздать хлеб, одна женщина обратилась ко мне. Зачем вы принесли хлеб? Что нам с ним делать? Мы идем на смерть. Принесите нам яда. чтобы мы могли умереть здесь и сейчас. Не позволяйте им, чтобы они нас везли дальше. Вы же знаете, что нас ждет, когда мы доберемся до степей. Молоко в груде у от нас едет. А некоторых женщин хватило смелости выбросить своих детей и тем самым прекратить их страдания. Рядами эти матери сидели и рыдали так долго, как могли. А когда перестали, задыхаясь, ловили воздух в последний раз, и смерть освобождала их от их же страданий. Карен Джек Татчанка директор сиротских приютов в городах Урфа и Алеппо в 1903-1935 годах. Это была аллея смерти, от крепостных стен Урфы и до самой пустыни. Аллея хорошо засеянная, но не растительностью, а человеческими трупами на всех стадиях возложения. Некоторые падали сразу за городскими воротами, некоторых били палками, но они проходя еще несколько сот метров тоже падали. Ничто не могло их поднять, даже самая страшная пытка на свете. Вскоре жизнь оставляла их, чтобы освободить от страданий. Было просто невыносимо. По пути мы встретили несколько групп армянских женщин и детей. Их вид был ужасающим. Жандармы, которые гнали их, открыто говорили о том, что они делали с депортированными. На вопрос, что с ними стало, они отвечали, если нас никто не убьет, и мы сами не умеем, вы должны убить нас. Для тех, кто не умер от голода, жажды или частых разбойных нападений, марш смерти завершался в степях Месопотамии или сирийской пустыни Дер-Зор. Недалеко от Ефрата в городке Дер-Зор был создан огромный концентрационный лагерь для армян со всех концов Турции. Когда я был там, в лагере было около 60 тысяч человек. В основном это были бродячие скелеты. Обезображенные голодом, на них практически ничего человеческого не осталось. Сразу при входе в лагерь я увидел сваленные в кучу непогребенные тела. Рядом и напротив кучи были разбиты палатки, где жили люди, которые страдали от сильного поноса. Гниль в палатках была просто неописуема. города необычные с Турецкая похоронная бригада работала с раннего утра и до позднего вечера, но никак не могла закончить свою работу. Пожилой жан-дарм сказал мне, что он в лагере уже 25 дней. Он сказал, что одобряет наказание армян, потому что те работали против правительства страны. Но он также добавил, что было бы гораздо лучше, если бы армян просто пристрелили, нежели медленно убивали подобными пытками. Он сказал, что больше не может выносить этого, и что скоро сойдет с ума, если будет продолжать видеть это безграничное человеческое страдание. Однажды я нашел кучу человеческих останков во враге. Белые черепа, все еще покрытые волосами, таз, хрупко изогнутые ребра ребенка. В этот момент грубое отчаяние вызвало слезы на моих глазах, как будто мне пришлось задушить всякую надежду, всякую любовь. Все то, что связывало меня с жизнью. Повсюду в Турции, где неподалеку от населенных мест есть пустыня, та же картина событий разворачивалась и повторялась, оставив за собой сотни тысяч убиток. Я буду читать из своих записей. Час дня. На обочине дороги слева лежит труп женщины. Она голая. На ней только коричневые чулки. Тело обезобразно. Руки за копом. Пол второго дня. Справа старик с седой бородой. Голый лежит на спине. Двух шагах от него, лицом к земле, лежит голое тело мальчика. Левая ягодица на него вырвана. Два часа дня. Пять свежих ноги. Гениталия. Гениталия. Генитал. Кенри Моркинтайл Однажды Талат Паша пришел ко мне с вопросом, безумнее которого я никогда не слышал. Он спросил меня, страховые компании New York Insurance и Equity Life of New York вели много дел с армянами. Я хочу, чтобы вы уговорили эти компании прислать нам полный список армян, которые у них застрахованы, включая суммы страховых выплат. Так как армяне и их наследники теперь мертвы, правительство Турции является получателем их страховых выплат. Можете помочь мне с этим? Конечно же, я отказался. В 1918 году победоносные союзнические державы оккупировали Константинополь. Германия и Турция проиграли Первую мировую войну. Правительство молодотурок было свергнуто. Парламент, который долгое время находился под аккаблуком, теперь призвал к ответственности виновников геноцида. Турецкие трибуналы заочно приговорили главных виновников геноцида к смерти, но те успели скрыться и покинуть страну. Энвер Паша, Джамаль Паша и глава правительства Талат Паша с помощью германской стороны уехали из Турции на германском военном корабле. Талат Паша отправился в Берлин, где комфортно жил под вымышленным именем, хоть и в неизвестности. Германия продолжала защищать и умалчивать преступления своего союзника. Но 15 марта 1921 года Талат Паша был застрелен в центре Берлина. Убийца, схваченный на месте преступления, заявил, что несмотря на то, что он только что застрелил человека, он не был убийцей. Смерть бывшего главы правительства Турции стала международной сенсацией. Спустя десятилетия нам станет известно, что убийца принадлежал к секретной армянской организации, чьей целью было нахождение и уничтожение организаторов геноцида. Поступок молодого Соломона Тейлериана привел к тому, что в начале 1920-х годов в Германии наконец-то узнали про геноцид армян. Пистолетный выстрел неизвестного студента Тейлериана и последующий суд вновь представили миру и впервые для немецкой публики самую кровавую главу Первой мировой войны. Истина стала очевидной. Систематическое истребление армянского народа правительством Младатур. Суд проходил в зале Тиргартенского трибунала в Берлине. Немецким дипломатам запретили давать свидетельские показания. Германское министерство иностранных дел попыталось сделать так, чтобы судебный процесс не касался и не упоминал геноцид армян, ибо это означало признание ответственности германского правительства. Жюри присяжных нашло Тейлериана невиновных всего после трех дней трения. Сила фактов, которые были обнародованы в течение судебного процесса, была настолько ошеломляющей, что жюри присяжных вынесло оправдательный вердикт, несмотря на то, что имело место явной убийцы. Таким образом, несмотря на все попытки сделать этот судебный процесс неполитическим, сам процесс, а также оправдательный вердикт стали частью мировой истории. Без длинных объяснительных речей жюри присяжных признало, что преступление геноцида не может быть оставлено без наказания. Студент Рафаэль Лемкин следил за судебным процессом из Варшавы. Спустя годы, под впечатлением фактов этого судебного процесса, Рафаэль Лемкин написал первый проект Конвенции ООН о геноциде. Соломон Тейлерян сам назначил себя исполнителем совести человечества. Кто еще может совершить подобное? На тот момент убийство невинного народа стало самым значимым событием. Рафаэль Лемкин, юрист и исследователь в области мира. У меня не было точных ответов. Но я был уверен, что мир должен был принять законы, чтобы остановить и предотвратить подобные расистские и религиозные коллективные убийства. Нельзя путать суверенитет государства с правом убивать миллиарды ни в чем не повинных людей. Однако, после Первой мировой войны мир был далек от этого. На мирной конференции в Париже в 1920 году армянам было обещано международное осуждение геноцида. Но под новым руководством Кемали Ататюрка в 1923 году Турция вновь стала незаменимым восточным союзником западных держав. Стратегические соображения были куда важнее человечности. Без всякого сопротивления участники конференции в Лазанне согласились с требованиями Ататюрка больше не преследовать в уголовном порядке лиц, ответственных за геноцид и не признавать независимое армянское государство в Малой Азии. Возврат армян на свои земли в Турцию был также отвергнут Анкарой. Все попытки уговорить турок пустить армян обратно в свои дома были тщетными. Турки прятались за старым предлогом, что, мол, возвращение армян представляло собой опасность для турецкой армии. Среди тех, кто пережил геноцид и остался в Турции, были в основном женщины и дети. Их держали как бесправных домашних рабов. Над ними надругались и часто жестоко обращались. Миссионеры без устали пытались спасти всех, кого только могли. В этих условиях все впадали в отчаяние. Как могли эти остатки армянского народа существовать в этих условиях? Это было просто слишком. Наш страх за их жизнь просто душил нас. После войны мне и моей жене удалось вывезти 8000 детей. В городе Харпуп, где находилось 5000 детей, я вынужден был организовывать как можно большие группы для отправки. За три месяца мне удалось организовать два конвоя и вывезти 700 детей. Для меня было невероятным счастьем видеть улыбки на лицах спасенных детей. Даже библейские евреи не были настолько счастливы, когда покинули Египет. Благодаря таким людям, как Якоб Кюнсер, более чем полмиллиона армян пережило геноцид, организованный молодотворками. Выжившие люди, которым уже давно, за 100 лет, смогли наконец обрести новый дом в Ливане, Франции и США. А также в Закавказье, где была создана маленькая армянская республика. В самой Турции сегодня должно быть около 60000 армян. Однако, лишь очень немногие из них имеют смелость признаться, что они действительно армяне. Телеканал CBS представляет. Важное решение ООН. Сегодня геноцид. Нашим следующим гостем является Рафаэль Лемкин. Профессор юриспруденции в Ельском университете. Профессор Лемкин является автором стола геноцида. И в течение многих лет боролся с этим преступлением. Доктор Лемкин. Можете вкратце рассказать нам, с чего возник ваш интерес к геноциду? Я стал интересоваться геноцидом, когда увидел, что он слишком часто повторяется. Сначала армяне, которым кинули кость на мирной конференции во Франции, потому что в итоге преступники, ответственные за совершение геноцида, не были наказаны. В 1934 году тело Талаата Фаши в крайне напыщенной государственной церемонии было выслано нацистами из Берлина в Турцию. Безнаказанность, которой Талаат совершил геноцид армян, укрепил веру нацистов в то, что и они могут так же. 22 августа 1939 года, всего за несколько дней до нападения на Польшу, Гитлер сказал верховному командованию вермахту, я дал указание своему полку «Черная голова» безжалостно убивать любого человека польской национальности, будь то мужчины, женщины или дети. Затем он добавил, кто еще говорит об истреблении армии. Циничный вопрос Гитлера четко показывает, что вполне возможно совершить чудовищное по своим размерам преступление и при этом остаться безнаказанным. Рафаэль Лемпин. Так как наказание не последовало, то Гитлер полагал, что может делать все, что только захочет. И это наконец-то подвигло мир сделать хоть что. Ну а я, будучи юристом, считаю, что подобное преступление должно быть наказуемо по международному праву. Рафаэль Лемпин написал текст конвенции ООН по геноциду, которая была одобрена большинством ее членов в 1948 году. Спустя два года Турция также поставила свою подпись под этой конвенцией. Не только Рафаэль Лемпин, но и многие другие считают, что методы, примененные Турцией, такие как экспроприация, селекция, депортация, марши и лагеря смерти, стали планом действий для гитлеровского холокоста и всех последующих геноцидов. Эта конвенция должна быть подписана всеми правительствами и ратифицирована всеми парламентами как можно быстрее, для того, чтобы обеспечить защиту прав человека, социального прогресса и мира во всем мире. Страдания армянских мужчин, женщин и детей, которых удопили в Евхате или вырезали по дороге в Дерзор, сделали возможным принятие конвенции ООН о геноциде. Убийство армянского народа было расценено ООН как геноцид. Ну а что касается убийц, несмотря на то, что турецкий трибунал заочно приговорил их к смертной казни, их продолжают чтить в самой Турции. В Стамбуле находятся две огромнейшие гробницы Энвера и Талаада, так, как будто их преступлений никогда и не было. Все это в прошлом. Давайте смотреть в будущее. Мы не можем идти вперед, все время оборачиваясь назад. Я говорю это в рамках моей свободы слова. В Стамбуле, Анкарее и повсюду в Турции улицу называют именем преступника. Бульвар или площадь Талата Хаши, улица Энвера Хаши и так далее. Кажется, никто не против того, чтобы и школу или детский сад тоже назвали именем преступника, совершивших геноцид. Патрик Деведжан, министр промышленности Франции. Так, как если бы члены нацистского правительства чтились сегодня в Германии. Подумайте, какова должна быть реакция молодого еврея, если он узнает, что сегодня в Берлине есть улица Адольфа Эйхмана. Сегодня, как и тогда, Турция важный союз. Сегодня, как и тогда, правительства стран мира стараются избегать темы геноцида. Даже после того, как Франция, Германия и Россия осудили его. До сих пор ни одна страна в мире не потребовала от Турции признания геноцида. О правосудии, справедливости и репарации для армян мы вообще молчим. США одна из первых в списке этих стран. До 1917 года США были нейтральны по отношению к Турции. У США там были свои консулы. В открытых архивах США полно докладов дипломатов, включая доклады самого посла. В них содержатся четкие и неопровержимые доказательства организации депортации и истребления армян. Так что, у США гораздо меньше отговоров, чем у других стран, чтобы игнорировать геноцид. Адам Шиф, депутат Конгресса США. Если самая сильная страна в мире не оспеливается открыто говорить об этом геноциде, так почему же должна сама Турция? В 2007 году, после нескольких неудачных попыток, Конгресс США вновь попытался принять резолюцию о геноциде армян. Турция пригрозила разрывом дипломатических отношений и отозвала своего посла из Вашингтона. Альбио Сайерс, депутат Конгресса США. Откуда вдруг такая суматуха вокруг резолюции? Геноцид был. Почему бы не признать его и идти дальше? Я чувствую себя под давлением. Такое ощущение, что турецкий меч висит у меня над головой, когда я голосую по этому вопросу. Сегодняшний президент, а тогда еще сенатор Барак Обама, тоже принял участие в дебатах. Исторические факты для него вполне ясны. Для всех тех, кто не в курсе, я говорю, армянский народ действительно подвергся геноциду. Но турецкое правительство упорно отрицает это. Это сложное место в наших дипломатических отношениях. Тем не менее, резолюция вновь провалилась, во многом благодаря вмешательству президента Буша и его госсекретаря, Кандализы Райс, которая пришла на слушание. Адам Шир. Вы, секретарь Гейтс, попросили комитет голосовать против резолюции по армянским геноцидам. Это из-за того, что Турция является нашим союзником? Разве это достаточная нравственная причина, чтобы игнорировать истребление полутора миллионов человек? Мы не оставляем ни тему Холокоста, ни тему геноцида в Руанде историкам. Так почему же именно в этом случае мы должны оставить право решения по этому геноциду за Турцией? Кандализа Райс, госсекретарь США. Мне, как академику, причины ясны. Но, как министр иностранных дел, я считаю, что для США лучше всего не принимать решения по этому вопросу. Турки и армяне сами должны решить этот вопрос. И да, Турция действительно является хорошим союзником. С начала войны в Ираке США зависят от своих военных баз в Турции. Оттуда военные самолеты США летают в Ирак и Афганистан. Турецкое правительство пригрозило закрыть военную базу Инчерлик и войти в Ирак, чтобы решить курский вопрос, если США начнут обсуждение резолюции по геноциду армян. Наши правительства, предыдущие и настоящие, уступили под давлением Турции и стали соучастниками кампании другого государства по сокрытию и отрицанию преступления геноцида. Выступая в парламенте Турции, президент США Барак Обама в своей вступительной речи так и не упомянул геноцид армян и не попросил Турцию признать исторические факты. Роберт Менендес, сенатор Конгресса США Я вижу лицемерие в том, что США не признают геноцид армян только потому, что нашему союзнику это не нравится. Меня раздражает то, что президент до сих пор официально не признал геноцид армян. Я уверен, что лично президент и сам считает, что геноцид был. Он ведь говорил об этом, вытнес свою сенатором. И я не думаю, что с тех пор, как он стал президентом, исторические факты как-то изменились. Проблемой для него является наша внешняя политика по отношению к Турции. В то же время, в самой Турции дебаты о прошлом становятся все более и более напряженными. Табу разрушается. Правительство отреагировало просьбой к историкам расследовать факты, как будто установленные исторические факты нуждаются в дополнительном установлении или признании. Когда президент Турции Абдулла Гюль впервые посетил Армению в 2008 году, он говорил только об открытии границ и установлении дипломатических отношений. Геноцид не является для него темой для обсуждения. Рафим Иван Исян, министр иностранных дел Армении. Прошло много поколений с 1915 года. Но вопрос до сих пор не закрыт. Перед армянами не извинились. Даже не признали случившегося. Турецкое правительство должно думать о том, как смягчить боль, вместо того, чтобы тратить десятки миллионов долларов по всему миру на то, чтобы подавить резолюции в Берлине, Вашингтоне, Париже и так далее. Они должны спросить у армян, что мы можем сделать, чтобы смягчить несправедливость. Открытие пограничного поста между Турцией и Арменией не имеет ничего общего с геноцидом. Они должны спросить нас, что мы, турки, можем сделать для того, чтобы воссоздать и сохранить культурные наследия армян. Убитый журналист Гранд Динг пытался через свои статьи и конференции начать слишком запоздалый диалог среди населения Турцией. С момента его убийства эта тема стала более чем публичной, чем когда-либо. Чтобы протестовать против его убийства, более 200 тысяч турок вышли на одну из самых массовых демонстраций в истории страны. Знак солидарности с Грандом Дингом, армянами и поиском истин. Вулкан в Урал, бывший посол Турции в Германии и при ООН. Было очень необычно для этой страны, которая отрицает так многое своего прошлого, что подобная демонстрация вообще могла иметь место. Я уверен, что основываясь на четких фактах из своей истории, Турция должна сказать, мы сожалеем о том, что случилось. Делал Динг, дочь Гранда Динга. Никто не мог себе представить, что столько турок выйдут на улицы, чтобы сказать, мы все Гранд Динг, мы все армяне. Люди наконец-то нашли свой голос, и теперь правительство вынуждено будет к нему прислушиваться. И мне кажется, оно его слышит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok